Добрый день, уважаемые друзья! С вами Владимир Добров и Ческомру. Всех рады приветствовать. И сегодня у нас обзор третьего дивизиона. Прекрасная Олимпиада. И, безусловно, интересно, как и что происходило в предыдущий уикенд. Итак, первый пример, который мы с вами разберем, случился в партии Габад Шварме Рефильвы против Такмы Хамури. Вот такая вот позиция возникла, достаточно экстравагантная. Несмотря на то, что у черных лишнее качество, мы видим, у белых есть сильные проходные на ферзевом фланге. В то же время у черных тоже потенциально пешки Ф и Ж могут сказать свои веские слова. Так, в принципе, в партии происходило. Черные сыграли Ладья Ф5, Король Д4, Ладья Беже 5 и пешка А побежал. В черном, в общем-то, играли достаточно неплохо, но в какой-то момент возникла очень сложная позиция. Были необязательные ходы. Но, тем не менее, вот пешки начали двигаться. Настоящие гонки, то есть гонки после Король Б5 и Ф5, черные пешки тоже ринулись вперед. И вот такая критическая ситуация возникла в один момент. Сейчас мы ее увидим. Белые пешки уже максимально продвинуты. Ну и черные тоже не отстают. В этой ситуации был замечательный ход Ладья Бюты в 4. Удивительный ход. И на Ладья Бюты в 4. Белые играют А8. Ладья А8, Король А8. И посмотрите, пешку Б не так просто защитит свое движение. Скажем, в случае хода Ж3, Б7, Ладья А4, Король Б8, Ж2. Черные играют Король, допустим, Ц8 или Король Ц7. И мы видим, что нет защиты от превращения пешки. Ну и вот пешки ферзи бы прошли одновременно. И белые бы наверняка сделали здесь легкую ничью после Ферзи С7 шаг. Ну такое этюдное спасение было у белых. Однако белые сделали более сложный ход Ладья Ф1. И пешка Ж побежала дальше. Конь Б8. Тоже неоднозначное решение. Вполне вероятно, Король Ц7 все еще позицию удержала. После Ж2 возникала опять-таки нешуточная заруба. Ф3, Б7. И вот такая вот совершенно дикая позиция могла возникнуть. Ну и скажем, после Ладья А7, Конь А7, Ф2. Ну, что белые могли бы забрать на Ж2 и потом провести все-таки Ферзя на Б8. Партия завершилась бы в ничью. Но последовала ошибка. Король Ц7 белые не сыграли. Сыграли Конь Б8. И это позволило черным сыграть Ж2. Здесь не поздно было еще попробовать сыграть А8. Хоть как-то еще держало позицию. Однако после одержания на Ф3, черные пешки оказались проворнее. И Конь на Б8 помешал пешке Б превратиться в Ферзей. Черные успели добраться до короля и выиграть эту партию. Неплохой отрезок. Интересная зарисовка. Но и мы идем дальше. В группе С была совершенно дикая борьба. Я надмечу, что я просмотрел более 150 партий. И, конечно, из них выбрать было непросто. И в группе С она отличалась именно своей боевитостью. Своей кровопролисью. Потому что в других группах играли сверхплотно. А С это просто было нечто. Итак, следующий пример. Мы смотрим партию валийского шахматиста Блэкборна. Известная фамилия. Многим наверняка шахматистам. И черными играл Томас Янкунос. Не так известны эти шахматисты. Тем не менее, борьба в этой партии была нешуточной. Итак, черные перестраиваются. Конь Е8. Известный Таби. Страдийской защиты. Системы Земиша. И белые, в общем-то, логично отправляют короля в длинную сторону. Чтобы затем организовать атакующие действия на королевском. Но в это время черные тоже. Неспроста. Играют слоны в 6. Очень сильный перевод, кстати, слона на Е7. Очень тонкий и позиционный. И после короля Б1 конь Ж7. Как-то черные умудрились белых переиграть. Ладья Ф1, Ф6. Здорово слона 6. И ферзь Б8. Четкий ход. Черные организовывают идею с ходом Б5. То есть, очень активно и Томас играл эту партию весьма блудотворно, так сказать. Весьма предприимчиво. Слон Е3, Б5. Черные организовали хорошую контр-игру по линии Б. И вот в этот момент после слона С4 возникла критическая ситуация для белых. Где они решили отдать свою сильную фигуру. Отдали слона. После чего решили поменять белопол. Это правильное решение. И стратегически все это очень оправданно. Потому что теперь белые хотят провести Ж4 и продавить все к линию Ж. В это время Томас не стушевался. Сыграл ферзь Б4. Пытаясь опять-таки организоваться по Б. И поддерживая напряжение. Произошли размены. И все было бы хорошо для белых, если бы не было ферзей на доске. Скорее всего, у белых было бы стратегически выиграно. Но не так-то все просто оказалось. После Ладя Б8. Ладя Ф2. Очень тонкий позиционный тоже ход. Защищающий в пешку на втором ряду. Конь Е8. Конь отправился в район поля С4. И очевидно, что здесь белые должны играть очень быстро. Они играют Ж4. Конь Д6. Ладья Ж2. И после смелого АЖ Ладья Ж4. Ферзь Б4. Угроза Конь С4 весьма неприятна. Однако белые ее парировали ходом Конь Д3. Конь С4. И Ферзь С1. Казалось бы, партия уже должна завершаться. Король А1. Белые делают все грамотно. И по большому счету осталось только подключить Ладю по линии Ж. И в какой-то момент все это упадет. После хода Ф4. Король Черных в большой опасности. Но Томас, понимая всю перспективу дальнейшую, решил организовать удар на Б2. Смутить, так сказать, противника. И это ему удалось. После хода Конь Б2. А3. Конь зачем-то вернулся на Д3. Почему не он С4? Это большая загадка. Здесь, конечно, он стоял замечательно. Блокировал бы все ползновения Черного Слона. Которые возникли. После этого партия бы наверняка завершалась в пользу Белых. Однако пошел Конь Д3. Блэкберн. И после С4 мы видим, открылся как Ферзь, так и Слон готовы теперь вторгаться. И Белый Король на самом деле оказывается в западне. После Ферзь Д4. Опаснейшая позиция. Белые продолжили игру. Остается буквально совсем чуть-чуть, чтобы выиграть партию. Однако ход Черных. И они намертво связывают Коня С3. Мы видим, сейчас угрожает буквально М2 хода. После хода Слон Б4. Черным Белым ничего не остается. Как проверить надежду какую-то связанную с ходом Ферзь А6. Забросил он Ферзя. Ну и здесь как в шашках отдал одно, съел пять. Так оно и получилось. После хода Короля H5. Белые еще отдали на G5. И просто отдали абсолютно все. Черные съели, смолотили просто все. И вот таким вот образом Томас Янкунес довел партию до победы. И выиграл важную партию у Валийского шахматиста. Третий пример примечательен тем, что играли две девушки. Хвас Зайне, представляющий Тунис. И Лара Путак из Ирландии. И так последовала так называемый гибрид Лондона. Связан с ходом С4. Ну а черные играют, как в классических Грюнфельдах. Стараются успеть быстро схватить центр белых. И в этой партии примечать оно тем, что не хватало белым буквально одного темпа для окончания нормального развития. Ладья С1. Ход уже мягкий такой и немного неточный. И черные съедают на Д4. Предлагают белым сыграть ЕД. Что и надо было делать. И тогда возникала позиция с изолятором. Однако белые решили сыграть по-другому. Взяв конем на Д4. Но в этом случае у черных появляются идеи, связанные с ходом Е5. Поэтому черные сделали ход Ладья Е8. Наверняка еще можно было спокойно эту позицию играть. Даже вплоть до сломбит Б8. Или все-таки какие-то ЦД, какие-то размены тотальные. Вместе этого белые вернулись обратно. И после хода конь С6 опять-таки возобновилась угроза с ходом Е5. Эта идея не понравилась. Белым они взяли ЦД. Но теперь мы видим, после конь Д5 висит как пешка на Б2, так и слон на Ф4. Выясняется, что защитить эту пешку не так-то просто. Играют белые Б3. Теперь обнажается поле Ц3, куда конь и вторгается мгновенно. Ферд Ц2. Опять-таки слон выходит с темпом. Нарушаются все принципы дебютные. Играть приходится Е4. Теперь конь с Б4 направляется на Ц2. Ферзь Б2. И конь заходит на Д3 с огромным КПД. Ферзь бьет Д3. Единственное, все ходы делаются. Гражает мат в один ход. Поэтому приходится давать качество. Опять-таки аркировку белую не успевает сделать. Съедается на Е4. Конь Е5. И после взятия на Е5 даже хладнокровного взятия-взятия ладья Ц8. Хороший ход. Ферзь на Б2 не пошел из-за ладья Ц2. А на конь С4 последовал хладнокровный опять-таки Ф6. Никаких слон Б2, дабы даже избежать каких-то маломальских идей, связанных с Ферзей С7. Черные сыграли Ф6. Сограничили еще и слона. Потом съели на Ж2. Опять-таки напали на мат. Посмотрите, как все темпы приятны за черных. Приходится играть Ферзь Д2. Ферзь Б1. Опять-таки десный ход. Взяли-взяли. Опять-таки Б5. То есть белые не успевают никак раскрутиться. Ладья Ж3. Ну и здесь, конечно, можно было отступить слоном и выиграть партию сразу. Но Лара-то пошла по-другому. Взяла на С4. Взяла на Б3. Опять-таки все провисает. И темпово партия все завершается. Очень толково ходом ладья С2. Слон еще тоже не имеет ходов. И после ладья Б3. Удар-удар и конец. Ну вот, в общем, такие вот партии замечательные в третьем дивизионе. Качество партии растет. Партии очень интересные. Нету таких прям-таки провальных партий. Все стараются, все стремятся к хорошей игре. И это очень приятно. Ну и прежде чем подводить итоги третьего дивизиона, друзья, Ческомбру специально для вас подготовил небольшое интервью с легендарной шахматисткой Архамии Гран Китаван, которая защищает цвета Шотландии. И на протяжении многих-многих олимпиад является ее лидером. Я Китаван Архамия Гран, грандмастер. Сейчас проживаю в Шотландии. Изначально из Грузии. Мой муж из Шотландии. Мы познакомились за шахматный доспой практически на шахматном турнире. Это произошло очень давно уже. Я живу в Шотландии с 1996 года. Да, больше 25 лет. Я изначально представляла Грузию, даже после переезда в Шотландию. И, по-моему, с 2008 года я уже поменяла федерацию и представляю Шотландию. Как раз это был год Олимпиады в Дрездене. То есть я первый раз тогда выступила за открытую команду в Шотландии. И с тех пор, то есть я даже уже не помню, в какой-то момент я считала, сколько Олимпиад мне удалось сыграть за все это время. То есть я начала еще в 1990 году, представляла команду Советского Союза, последний раз, по-моему, это было. И после этого я выступала несколько раз за женскую команду Грузии. И с 2008 года я несколько раз представляла открытую команду в Шотландии. Последние годы это была женская команда в Шотландии. Это я все вспомнила. А вот теперь, последние два года, да, мы играем в Олимпиаду онлайн. Но всегда, конечно, желалось бы, чтобы были более популярны. И, в принципе, в Шотландии особенно шахматы более на таком любительском уровне, я бы сказала. То есть совершенно непрофессиональный подход. Но, тем не менее, шахматы, скажем, на уровне школ довольно популярны. То есть у нас много детей, которые играют в шахматы в начальных школах, скажем, да. Но вот, к сожалению, после этого мы как-то их теряем. То есть уже доходит до высшей школы, и у детей появляются или другие интересы. Профессиональных шахматистов практически в Шотландии, можно сказать, что даже не существует такого понятия. Потому что всем сильным шахматистам у нас есть несколько гроссмейстеров, но им приходится иметь другую профессию. Ну, вот я думаю, что нам удалось попасть во вторую дивизию. Изначально казалось, что, в принципе, не должно быть никаких проблем. Так, по-моему, и получилось. Но в то же время надо всегда быть очень осторожным. Потому что, во-первых, это формат онлайн. Все может произойти. Абсолютно не шахматные причины могут произойти. Например, что-то произойдет с интернетом, или можно очень легко попасть в сетнот, и потом кто знает, что произойдет. И то есть это никогда не является фактом, пока это не произойдет. Но мы, конечно, очень рады, что нам удалось попасть во вторую дивизию, и там будет намного сложнее. Мне очень нравится формат в том плане, что две открытые доски, две женские доски. И также есть возможность юниорам показать себя. То есть это, мне кажется, вообще-то очень хорошая идея. Было бы неплохо применять даже для обычной Олимпиады. Мне кажется, это было бы неплохо. Да, ну, конечно, 15 минут, быстрый шахмат – это совершенно другая история. Ну, конечно, имеет и свои плюсы, и свои минусы. Все-таки в социальном аспекте мы как-то не… Как-то каждый сам по себе, да, то есть мы только, опять-таки, общаемся виртуально. И, конечно, с одной стороны, это хорошо, что очень много времени экономится, не надо никуда ездить. Можно все это делать с комфорта своего дома, экономишь много времени. Но, конечно же, чувствуется недостаточно от того, что не общаешься конкретно со своими, как бы, участниками по команде. Я думаю, что, ну, это можно возместить как-то. Мы уже все привыкли, наверное, играть онлайн и общаться со всеми друзьями, и общаться со своей семьей. Ну, и все это происходит сейчас виртуально, так что как-то уже к этому привыкаешь и находишь выходы. То есть, да, ну, конечно, шахматы совершенно теперь – это другая игра. Ну, то есть, мне кажется, уже это большое преимущество, что у нас, по крайней мере, есть возможность проводить Олимпиаду онлайн. То есть, это уже, как бы, мы можем быть благодарны за это и в данной ситуации. То есть, уже хорошо, что хотя бы есть такая возможность. И надо уже, как бы, приспосабливаться и находить выходы, как бы, из любого положения. И, да, я думаю, что, в принципе, это хорошая идея – иметь такую возможность. Ну, а теперь, друзья, подводим итоги. В группе А первое место занимает команда Малайзии, второй – китайский Тайпэй и Шри-Ланка. Поздравляем эти команды с выходом во второй дивизион. Отмечу, что Корея, Южная Корея и Япония остались за бортом. В группе Б ирландцы доминировали, и команда Ливана, опять-таки, поздравляем ливанцев, и Ирака проходит следующий этап, следующий дивизион. Группа С – Шотландия опередила Анголу и Валийцев. В группе Д – Боливия, Уругвай и Парагвай, дружно взявшись за руки латиноамериканцы, проходят следующий этап и готовы строить там настоящий, наверняка, карнавал. Посмотрим, к сожалению, Тринидад, Табагу, как и Суринам, как и Малайи, которые Вайлдкарт получила, выступили достаточно достойно, но не хватило дополнительных показателей. В группе Е – Венесуэла, выиграв все свои матчи, получила путевку в следующий дивизион, так же, как и Сальвадор и команда Ямайки. Поболеем за Ямайку, поболеем за Ливан, друзья. Подписывайтесь на ческом.ру. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok